здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас творческая программа потому что ну вот бывают такие люди три едины что называется и певица и поэт и поэтесса получается и композитор вот тут еще у нас женская версия как-то не очень прижилась лауреат международных и всероссийских фестивалей елена маслова здравствуйте елена здравствуйте вот это николай сразу видно что творческий человек сразу идет обаянь чем обаяние идет и ко мне как ведущим и к нашим телезрителям напомню что елена очень много работает ну и я так понимаю вот по очереди с чего начиналось наверное с певицы вы знаете из этих трех ипостаси из этих трех ипостаси наверное скорее всего с певицы я помню очень я была маленькая еще и у меня отец очень любил принимать гостей такой радуши в семье табуреточка все как обычно табуреточка стишок и где-то леночка родилась всем все советском союзе говорил такой маленький ребенок родители дружно аплодировали их друзья поэтому вот такое вот было мое детство и пели конечно но все что конечно и колышется дождь все песни которые пели мои родители и слушали родители конечно же это все впитала я ну а родители это откуда пошло ноги ставят на табуретку а вот все становятся потом уже творческими людьми вы знаете у меня отец вообще был очень удивительный человек сожалению он ушел в 2018 году и я была его любимая дочь и это единственный человек который мне показал как нужно жить как нужно относиться к жизни я помню маленькая была и вот когда утром просыпаешься первое что мне горел отец посмотри какое солнышко даже если было туманно посмотри какое небо посмотри какая листва посмотри какая трава то есть он обращал мне мое внимание на окружающую меня понимаете и вот эти такие нюансы бабушка по отцовской вот линии мама мне все время сказки читала на ночь поэтому вот я в такой творческой среде несмотря на то что у меня родители были медики но отец свое время закончил театральные курсы вот режиссером и он воплощал вот скажем так свое наверное это что да вот мечта который иногда шум на детях особенно еще на внуках по маме у меня тоже закончила хореографическое училище по классу балет конечно потом они уже поступили в институт а вы учились где-то петь или музыкальная школа я закончила музыкальное училище по красу по классу хорового дирижирования вот то есть я профессионально и всех вместе собрать на и будем петь однозначно хорошо ну а вторая постась это уже что потом был поэт или композитор но все помните как вот в детстве мы же все по-моему писали помните у нас были такие тетрадочки на друг другу что-то там писали какие-то про любовь стишки там прошли все этапы и вот я ради это 14 лет на раз 12 даже лет у меня вот такая опять же писали многие даже те кто не помнят что писали но писали точно а потом это куда-то все исчезает вот я обычно говорю что человек начинает меняться ровно с того момента когда он начинает осознавать себя когда вот эти вот детские глаза маленького ребенка когда он там два-три года и когда вдруг он начинает учить жизни ну социум что называется и он понимает как надо себя вести какие есть правила и так далее от этого лишь что хочет то и делает правильно самый что на есть творческий человек мне повезло так мне продлили эту историю поэтому родители наблюдали они мне скажем так заложили такие вот я считаю правильное правильное понятие по отношению к жизни по отношению к себе к людям поэтому они каким-то как-то это все проходило спокойно ровно тихо они были уверены в том что гадости я не натворю плохого я не сделаю а стихи конечно у меня было несколько вот таких вот подхода первый подход где-то с 12 и там наверно до 19 лет у меня там такой прорыв творческий до сих пор у мамы там где-то лежат я по я помню было у меня было такое защите трюмо у родителей я вот не помню расческу или что-то не брала микрофон микрофон изображала из себя такую певицу пела все все подряд песни и казалось что только выпустите меня и тут всех просто знаете об этом не думала что только выпустите меня мне просто хотелось не так как все время у нас вот такого движения все время движения было поэтому мне было для кого петь и я поняла вот тогда еще вот этот вот кайф можно да как говорится для передачи ну хорошо когда вот эта отдача энергетическая когда ты знаете это всегда да 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 я знаю этот секрет еще с детства вроде как отдаешь выходишь вроде как поешь тратишь себя на самом деле ты можешь забрать гораздо больше да и вот когда многие там ребята говорят которые поют они готовы как я устал после концерта значит плохо спел да да либо чуть-чуть врут либо врут либо это насыщение это это что-то такое божественное самое главное ответили на вопрос что самое главное но я возвращаюсь к поэзии мне кажется что когда у человека ну проходит этот этап вот этих первых стихов и нас нас начинается настоящий этап когда он понимает что кому то что называется стихи сами в голову спускаются кто-то над этим работает но это в общем то видимо необходимо что-то сказать миру что мир же шон у нас к сожалению далеко не идеален да и поэтому стихи возникают людям хочется любви людям хочется добра люди борются со злом людям хочется опять же того же самого солнышка чтобы успеть его заметить вот вы пишете стихи и как они ну скажем влияют лично на вас я и стихи это одну это одно целое они не то что влияют это то что внутри меня вот тогда у меня были отнести я помню мои одноклассники вот такие комсомольские же были вечера всякие капустники вот я сидела да 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 к вен и так далее и вот а сидела наигрывала там я уже забыла эти стихи вот мне ребята звонят а ты помнишь про лебедей а ты помнишь там то а ты про зиму пусть а я не помню ничего но тогда это было я такая прошло какое-то время я стала другой опыт другой опыт другой накопился во мне накопилось больше другая энергетика когда чувству понимаете я как впитала в себя но как губка ты впитываешь себя всех окружающих людей все окружающие вокруг тебя и конечно же больше есть что сказать вот и есть что сказать давайте попробуем я знаю но раз у нас и и кстати будет песня но сначала поэзия прошел у меня есть такие стихи мне написала вообще а обо всех музыкантах вот они так называются музыканты иногда сами себе завидуем в одной жизни проживаем много судеб на распашку и с душой открытою с вами делимся любовью люди с каждой нотой с каждым словом прожитым голосом струной и душою о своих печалях забываем мы с музыкой мы венчаны судьбою кто-то скажет по земле не ходим мы полетай где-то в облаках сложно жить с подобными людьми но без музыки нам не прожить никак и когда ты носишь мир внутри себя целый мир и чистый белый свет выплеснуть наружу чувства нет а я вас друзья мои теплом согреть хочется весь мир перевернуть разбередить души и сердца музыкантом недостаточно лишь просто быть прожить с музыкой до самого конца вот итог всей жизни музыканта не принадлежит он никому кроме вас друзья мои и своего таланта чистить музыкой сердца и светом тьму но это даже не стихотворение это исповедь это не стоит исповедь на самом деле ну я знаю что давайте уже 3 композиторская еще ваша составляющая мы поговорим в начале второго нашего отделения наш фактический концерт сегодня творческий вечер вот сейчас вы будете петь первую песню как она называется я так понимаю вас там тоже будет вступление поэтическое она называется мой скорпион вот такое суровое но название это знак зодиака и я вам хочу сказать что конечно же мы пишем те песни которые или же каким-то образом мы прожили или же может быть у судьбы друзей знакомых рассказы какие-то что-то тебя впечатлило вот эта песня об одном прекрасном человеке который мне свое время показал что такое любовь что такое быть любимой что такое любить к сожалению этого человека уже 20 лет нет со мной но память о нем жива и долго долгое время я практически всех моих знакомых до мужчин я всегда сравнивала и я не могла найти человека который бы хотя бы чуть-чуть мог бы походить на вот моего скорпиона вот меня такое небольшое стихотворение большое называется а любви огромной большой любви так мало места на земле услышу лишь позови скажи как в том ноябре люблю ветром передай люблю стаи птиц прокричи меня ты не покидай будь светом луны в ночи лучом утром разбуди я буду знать что ты здесь всегда ты за мной следи звездой в скорпионе с небес ну а теперь песня мы на время переносимся в нашу концертную студию а потом вернёмся во второе отделение нашего творческого вечера ну что сказать мой дорогой огнём не вспыхнуть нашим чувством ты много лет совсем не мой сказать об этом не не грустно так много сыгран на ролей что потеряешься уже пора остановиться но сердце бьется к темнице без одного из королей небо звездное ясное ясное скроет чувства прекрасные спрячет за млечным путём тебя между дождя на моем пути каплей дождя на мою ладонь к звездам небе мой скорпион не обижать ни ревну и не тебя хотеть не нужно я подарю свой поцелуй и подниму бокал за дружбу так много лет то тот же соум мне продолжает ночью снится летит на звездной колеснице пронзая время и границы ко мне мой верный скорпион небо звездное ясное скроет чувства прекрасные спрячет за млечным путём тебя между дождя на моем пути каплей дождя на мою ладонь там звездам небе мой скорпион небо звездное ясное скроет ясное скроет чувства прекрасные спрячет за млечным путём тебя дождя на моем пути каплей дождя на мою ладонь там звездам небе мой скорпион дождя на моем пути каплей дождя на моем пути каплей дождя на мою ладонь там звездам небе мой скорпион напомню что нас гостях елена масло ряд международных и всероссийских фестивалей певицы поэт композитор и вот этот композитор это то что мы еще не обсудили вот это как уже ну видимо вынужденная была такая история с точки зрения что раз есть поэзия я певица то логика подсказывает что можно соединить наконец полностью треугольник творческий это это идет вне логики это идет естественным все путем поэтому это то что вот в тебе стихи музыка голос это все одно целое но по крайней мере это так со мной случается вот как я всегда говорю даже своим ученикам я ведь преподаю вокал для деток да и не только для деток для молодых людей для людей в возрасте но для всех желающих я всегда говорю одну фразу ребята научить петь невозможно вот ну не верьте если вы приходите вам говорят все вы сейчас раз два три четыре пять звезда нет ребята петь что такое вообще что такое вокал вот в какой какой вы считаете первый музыкальный инструмент было теперь я уже вам задаю вопрос ну вообще первые ну самый первый музыкальный инструмент назовите мне вообще самый я так понимаю что вы ведете к тому что голос это то чего нет потому что голос мы вырабатываю с помощью мышц то есть мы и сами первый инструмент правильно николай первый музыкальный инструмент это и есть голос поэтому что такое голос голос это это следствие ваших внутренних ощущений то есть вот вот сложнее даже музыкантами играть до осваивать какой-то там инструмент пианино то есть это надо все эмоции в пальцы через пальцы а тут она уже есть в тебе поэтому чтобы хорошо мне кажется петь нужно обогатить себя наполнить себя ведь поют всегда хорошо эти люди которые наполнены чем-то вот далеко ходить не надо кобзон это абсолютно наполненный человек анна герман на можно очень многих что эти люди в самых разных жанрах в самых разных странах самых различных амплуа они просто без этого не могут жить это их дорога ведь у каждого кто-то прекрасный строитель кто-то прекрасный машинист кто-то но я даже не знаю прекрасный там реактор педагоги так далее а кто-то вот просто музыка не денешься и как тебя судьба вот сколько же раз я тоже уходил думаю господи ничего не приносят как бы до хочется жить красиво хорошо господи ничего это не приносит времени тебя нет это надо сидеть какое-то время уделять себе чтобы писать музыку стихи а как же там покушать одессы и так далее да уж простите но не получилось и нет и ты понимаешь одну вещь что если ты уходишь тебя обязательно судьба каким-то образом вот так вот прямо иди работа назад иначе ты или болеть начинаешь или какая-то хондра или депрессии какие-то неприятности в жизни но здесь дисбаланс наступает поэтому это все едино хорошо такой вопрос который мы обычно общаясь с творческими людьми естественно задаем как это все делается но пение понятно это уже опыт понимания чего и как знание текстов но там выбор репертуар и так далее музыка это наверное тоже как бы приходит либо вы себя заставляете либо ночь как это с чашечкой под чашечку кофе разные истории разных композиторов а вот как стихи до пишутся ну вы знаете я считаю что вообще мы проводники так между тем и кем я так думаю между вот всевышний это вот однозначно такой мой ответ а потому что некоторые стихи а ты читаешь потом даже господи неужели то я написала не может быть у меня было такое стихотворение вот я буквально шла кстати вот дементьево есть на раненский район и там такой прекрасный был пейзаж и я написала стихотворение весенний разговор с россией кстати я хотела вам сегодня прочитать другие стихотворение но с вашего разрешения могу вам это конечно да я воспользуюсь и догадываться там же еще раз говорю это тех это стихи которые вот они приходят же должны технологичность показать кстати вы можете прямо телефоне сочинять стихи конечно я не пользуюсь конечно у меня здесь есть вордовский документ и я в принципе и делу еду маршрут где-то милинда в электричке и я вот это для вас вот раньше писали на блокнотах я помню на салфетках всяких ресторанах сейчас да так вот называет что-то ваша записная книжка монтическая до весенний разговор с россией зарождается жизнь весной оживает цветы и деревья превращается шар земной в разноцветное ожерелье одуванчиковая луга и россы подснежников белых и зеленых полей берега разливаются зеленью спелой по утрам песнопение птиц под дуновение ветра и горизонт без границ сливается солнечным светом ах как сладок березовый сок на губах от весны поцелуя и пульсирует кровь в висок как тебя россия люблю я здесь березовой стороне помню первые наши свидания пролетела все как во сне но остались воспоминания в сердце бережно и храню все тропинки лесных дорог помнишь нашу с тобой весну на заре березовый сок как встречали с тобой рассвет а береза роняла слезу с той поры прошло много лет и слеза превратилась в росу зазвенела струной земля синим небе радужный мост стрепенулись леса и поля бьет ключом жизнь из птичьих гнезд ах россия бескрайняя только здесь глубину любви ощутить пережить и понять дает сила родной земли на поля и лука смотрю сердце радует твой простор как россия тебя я люблю и весенний наш разговор ну а теперь уже и осенний наш но я должен сказать что и весна и осень они же по-своему прекрасный осень наступает для того чтобы рано или поздно наступила весна правильно вот и но это уже так на поэму даже уже немножко похоже листья кленовой осенью пахнут россыпью желтый лежат на ковре только мгновенье и ворот запахнут вот и деревья уже в серебре листья кленовой памяти письма строчками желтыми падают вниз хоть на минуту осень прошу я красками яркими здесь задержись ну вот видите как мне кажется что а кстати вы какие-то сборники выпускаете я очень хочу пока еще вот очень хочу пока у меня только стихи ру поэтому кто хочет познакомиться до елена михайловна масло да да просто масловых фамилии распространяя елена михайловна масло думаю вас тоже узнает даже по вашему стилю вот ваша концертная деятельность вы гастролируете в том числе участвуете и в горячих скажем так . да вот вообще что для вас концертная жизнь ведь говорят что тем более вы же как поэтому можете тихонечко сидеть как вы говорите в любом месте писать на конец композитор представляется что человек сидит и что-то там мучительно сочиняет или вдруг потом а как певица нужно с народом общаться та самая энергетика как нравится концертная деятельность конечно ведь для меня концертная деятельность это неотъемлемый неотъемлемая часть моей жизни потому что чем больше вот я езжу чем больше я вижу людей тем больше люди знакомятся с моим творчеством и тем больше мы обмениваемся вот это вот добрый как бы дарите себя дарят вот чем мы сегодня завершим что это будет за песня потому что у нас видите каждое отделение заканчивается музыкальным фрагментом ну что это будет за песня песня это будет малиновое лето потому что хочется вернуть вас в лето потому что у нас насколько с вами сейчас теплое такое общение поэтому хочется вам подарить именно вот это малиновое лето и не только волну и нашим зрителям хочется подарить эту песню ну тогда мы с вами попрощаемся мы сейчас уже останетесь наедине с телезрителем я помню что у нас в гостях была елена михайловна масло она концерт пригласить можно да давайте когда у меня будет 10 ноября я вот хочу познакомить вы новая программа на будет называться скорпион кстати потому что на одном из моих крайних концертов был тоже замечательный человек он тоже медийное такое лицо адвокат он тоже там какие-то принимают участие в разных передачах и он просто на бис несколько раз это скорпион скорпион я думаю господи это как раз ноябрь назову я программу скорпион там будет очень много песен о любви да очень много песен о любви можно всем знаком приходить да приходите все 10 ноября арт-кафе зондукели в москве вот так вот елена маслова лауреат международных и всероссийских фестивалей певица по этой композитор завершает нашу сегодняшнюю программу песней малиновое лето я подарю тебе это лето солнышком ярким жасмина светом сладким малиновым поцелуем я расскажу как тебя люблю я малиновое лето слаще нету глаза твои искрятся солнца светом я расцелую сладко твои губы и прошепчу что только с тобою буду я подарю тебе вечер я подарю тебе вечер медный ты поделюсь мечтой заветно звездам желание загадает что с нами будет пусть угадают малиновое лето слаще нету глаза твои искрятся солнца светом я расцелую сладко твои губы и прошепчу что только с тобою малиновое лето слаще нету глаза твои искрятся солнца светом я расцелую сладко твои губы и прошепчу что только с тобою такое вот малиновое лето и 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